Всем привет! Добро пожаловать в гости к мистике. Сегодня мы продолжаем наше путешествие в Норвегию, в Берген, где 50 лет назад, вот на этом склоне, было найдено тело неизвестной женщины. Она выглядела пугающе. Вся передняя сторона ее тела была попросту обугленной, а во время вскрытия в ее желудке найдут огромную дозу снотворного. В первой части мы разобрали все детали с места преступления и коснулись практически всего, что было известно об этой женщине. Сейчас мы сфокусируем внимание на версиях и на том, как продвигается расследование сегодня. Да, работа кипит. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если вам интересны такие дела, а мы продолжим погружение. Мы с вами остановились на том, что свидетелю, который заметил таинственную незнакомку с норвежским офицером, было приказано молчать. Давайте подумаем, что такого секретного могло происходить в то время в Норвегии, и зачем ему было затыкать рот. А той осенью норвежские военные проводили испытания противокорабельной ракеты под названием «Пингвин». Ее разработка началась в середине 60-х, а в 70-е начались масштабные испытания. Уже в 1972 году система поступила в распоряжение Королевского Норвежского флота. Так что все прошло, судя по всему, успешно. Конечно, новая ракета вызвала неподдельные интересы с Востока, и так мы с вами подходим к первой версии. Что если женщина из издалина была шпионкой? И мне кажется, у всех, кто узнает это дело, первая мысль именно такая. Я тоже с самого начала подумала, что на этом дело можно закрывать. Но, даже если так, даже если она шпионка, от этого дело не становится менее загадочным. Как она там оказалась? Какие цели у нее были? И главное, кто ее туда отправил и кто ее убил? С самого начала версия о том, что женщина, найденная в долине из Далин, является шпионкой, просочилась в прессу. А как по-другому можно было объяснить? Семь или даже восемь паспортов, множество имен, парики, очки, переезды, срезанные бирки на одежде. Тогда ее пребывание в Бергене, если она была шпионкой, было вполне объяснимым. В Норвегии во времена Холодной войны часто проводились испытания ракет. Все-таки до границы с Советским Союзом не так далеко. В Бергене находилась крупная база НАТО, на которую приезжали солдаты из разных стран, являющихся членами Альянса. Да и советские подлодки, по воспоминаниям местных, часто замечали во фьордах. У женщины из из Далина явно были деньги. Она жила в отелях, ее одежда была хорошего качества. Возможно ли, что ее финансировало какое-то государство с целью выведывать информацию? Для шпионки она, однако, привлекала слишком много внимания во время своих поездок. Шпионы должны сливаться с толпой, учить языки, пытаться подружиться с местными. А эту женщину запомнили абсолютно все. Помнили все в деталях, вплоть до ее парфюма. Что же касалось кодовых записей, то шпионы обычно всю информацию помнили наизусть. А любые бумажки они нередко съедали, чтобы уж точно никто их не нашел. Но давайте все-таки разберем эту теорию поподробнее. Первая версия внутри этой теории гласит, что она была советской шпионкой. Ну, наверное, это самое очевидное. По воспоминаниям местных, из воды во фьордах то и дело показывались перископы советских подводных лодок, следящих за западными разработками и размеренной скандинавской жизнью. Это даже сейчас рассказывают местные. И это не было для местных удивительным. Так вот, что если женщина из издалина была там по заданию КГБ? Сами посудите, ее меховая шапка, золотые коронки на зубах, которые в Скандинавии или на Западе в целом в таком количестве не ставили, предпочитая пломбы из амальгамы. Вспомним ее скромность, закрытость, необщительность. То, что она присутствовала в маленьком рыбацком городке у моря, как раз когда проводились испытания ракеты, тоже говорит в пользу этой версии. Но проблема в том, что женщин в КГБ тогда было немного. И по воспоминаниям Александра Васильева, который сам был шпионом разведки в Холодную войну и сейчас проживает в Норвегии, настоящая советская шпионка не пахла бы пряными духами, а скорее всего пользовалась бы духами Шанель номер 5. И она бы максимально старалась не выделяться, не носила бы дорогие наряды, а сливалась бы с толпой. Кроме того, у шпионов обычно два, ну максимум три поддельных паспорта, почему у нее их было целых восемь. Судя по информации Александра Васильева, если бы она работала, к примеру, на КГБ, то была бы лучше подготовлена. Она бы не делала ошибок в анкетах, носила бы одежду, купленную в Бельгии, чтобы подтвердить свою легенду. И бывший советский шпион предлагает свою версию. Что если она была не шпионкой, а курьером? Она могла передавать информацию, документы, встречаться с людьми. Тем более шпионы никогда ничего не записывают, у них феноменальная память. Они берут лист бумаги, запоминают информацию, а потом избавляются от улики. Да и разве много шпионок женщин мы знаем из того времени? И разве убивают шпионов вот так на виду у всех? Наоборот, чаще всего стараются сделать так, чтобы человек исчез, а не остался лежать на тропе в ожидании, пока его найдут туристы. А его вещи с потенциальными тоже уликами остались бы лежать на железнодорожном вокзале. Для шпионки она действительно привлекала слишком много внимания. Ее на всю жизнь запомнили буквально все, с кем она встречалась, хоть на несколько минут. Ну а если она была курьером, то так можно объяснить ее перемещение. Возможно, она сотрудничала с норвежской разведкой и была секретным агентом внутри страны. Эту теорию косвенно доказывает то, почему расследование так буксовало, почему свидетелю сказали держать рот на замке и всучили пистолет, почему это дело так и не было раскрыто по горячим следам. Но тогда вопрос, почему ее убрали? Есть догадки о том, что женщина могла совершить какую-то ошибку. К ней потеряли доверие. Но тут не сходится метод. Как-то не по-шпионски все-таки с ней обошлись. Слишком жестоко и публично. Тем не менее, перевешивает то, что несколько полицейских, которые работали над делом в Бергене, считали, что их работе всячески препятствуют. Вот что в подкасте BBC рассказала внучка одного из них. Ее зовут Сесилия Торстет-Фло. Когда я спросила отца, знает ли он что-нибудь о том, работал ли мой дедушка над делом женщины из Издалина, мой отец отреагировал очень странно. Такого я еще не видела. Он погрустнел и замолчал, словно я кулаком его под дых ударила. Но он все-таки рассказал ей о том, что знал о своем отце и об этом деле. И озвучил еще одну версию. Мой отец сказал, что это дело подорвало доверие моего деда к работе. Он разочаровался в ней. У моего дедушки было ощущение, словно им так и норовят помешать. Ставят на их пути преграды. Потом мой отец упомянул о связях с Израилем. Мол, поэтому дело было закрыто. Это произошло после того, как полиция в Бергене занялась этим делом, копнула глубже и обнаружила некоторые связи с иностранной разведкой. Вот тогда местной полиции и запретили расследовать это дело. Это может иллюстрировать еще одну версию о том, что неизвестная из долины Издален была агенткой Моссада, израильской разведывательной службы, которая во времена Холодной войны разыскивала военных преступников по всему миру. Но как все эти теории подтвердить или опровергнуть? Можно по зубам и ДНК определить, где она примерно выросла и сколько ей точно лет. Именно это и сделали два года назад. Помните, ее челюсть сохранили для дальнейших исследований на будущее? Так вот, к этой челюсти и к образцам ее внутренних органов получили доступ к BBC и отправили все это на экспертизу. Ведь именно в зубах хранится, если так можно сказать, больше всего информации о том, сколько нам лет, какой у нас образ жизни, где мы родились и где мы выросли. Специалист из Австралии провел изотопный анализ зубов. Это довольно сложный анализ, мы не будем сейчас вдаваться в подробности, но с помощью него можно определить довольно точно, откуда человек родом, куда он переезжал, где жил более длительное время и прямо вот на карте отметить это место. И выяснилось, что женщина из Издалина, скорее всего, родилась в Германии. В детстве она переехала к границе Германии и Франции, возможно, в Люксембург или в Бельгию. А еще какое-то время она находилась даже в северном Уэльсе. Это вполне возможно. Она и представлялась Бельгийка, как мы помним. На немецком она писала с ошибками, а английский, по воспоминаниям очевидцев, она знала довольно плохо, у нее был сильный акцент. Это может вычеркнуть версию о советском следе. Но что было еще интереснее, так это то, сколько женщине на самом деле было лет. Она отмечала в документах при заселении в отеле, что она примерно 43-го года рождения. Где-то она добавляла годик, где-то убавляла. Ну, то есть в 70-м году ей было плюс-минус 27 лет. Но анализ ее зубов дал совсем иной результат. Женщина пыталась казаться младше своего возраста. Согласно результату анализа, ей на момент смерти должно было быть около 45 лет. То есть на 20 лет больше, чем до этого думали следователи. Получается, родилась она не в середине или конце Второй мировой, а еще перед ней. Но зачем же ей было врать о своем возрасте? Тут обычно упоминают версию о том, что она была проституткой. Но на ней мы не будем долго останавливаться. Да, у нее были спички из какого-то секс-шопа, вроде как. Да, у нее там она путешествовала одна. Но это ж сколько нужно было найти клиентов, чтобы оплатить недешевые отели Норвегии. На протяжении причем не нескольких дней или недель, а месяцев. И разве сотрудники отеля бы это не заметили? Никто из них такого даже не упоминал. Просто ни слова не было об этом. И чаще всего женщина останавливалась в отелях, которые содержали верующие католики, где даже не подавали алкоголь, и где были довольно строгие правила. Никаких связей на одну ночь точно там не могло быть. Так что двигаемся дальше. Мы с вами все еще не знаем ее имени. И как же можно его узнать? Самый простой способ – это сделать анализ ДНК. И его получилось провести по образцам ее почек. Но ДНК не дает точной информации о том, где человек родился или какой он национальности. А имя можно узнать, только лишь получив сходство с каким-то другим человеком из его семьи или каким-то родственником. И связавшись с ним, можно было бы узнать имя, фамилию. Но в полицейской базе норвежской совпадений не нашлось. И в базе Интерпола тоже. Так что с ДНК надежда только одна – ждать, пока кто-то из ее дальних родственников вспомнит про когда-то давно пропавшую тетку, сестру троюродного деда и так далее. Человек этот должен сам прийти в полицию и сам сдать свои образцы, чтобы их сравнили с образцами женщины из издалина и выявили родство. А уже дальше по церковным книгам, например, выяснили ее имя. Или по рассказам того же родственника. Невозможно взять сейчас вот эту ее последовательность ДНК, выгрузить в коммерческую базу и найти сходство. А это сходство бы нашлось 99%, потому что там столько сейчас образцов. Дело в том, что дело происходит в Европе, а не в Америке. В Америке там сколько дел уже мы с вами знаем раскрыто с помощью вот таких ДНК. А в Европе власти против этого и коммерческие базы тоже против. Потому что люди, которые делают тесты ДНК, не дают свое согласие на то, чтобы их образцы потом сравнивали с кем-либо и пытались найти родство. Ну и сами коммерческие базы тоже не хотят себе такую репутацию создавать, что они сотрудничают с полицией и к кому-то, кто просто сдал там слюну, чтобы узнать, какие у него генетические заболевания. Потом приходят, короче, стучат в дом и говорят, слушай, у тебя там шпионы в роду. Поэтому разгадка буквально плавает на поверхности. И от этого так обидно. Вот вы можете себе представить, сколько людей в этих базах, и ее бы там нашли реально на раз-два, и все. Но пока это невозможно. Насколько я поняла, сейчас идут переговоры о том, чтобы попробовать договориться с этими базами и как-то решить это на уровне правительства. Но логика другая, видимо. Но мышление у людей другое. И приоритеты другие. Просто компании, которые предоставляют эти коммерческие тесты ДНК, защищают своих клиентов и не хотят, чтобы они, сделав свой тест, оказались вовлечены фактически в мировой скандал. Со шпионажем, понимаете? И отголосками холодной войны. Ну, конечно, не очень-то хотелось быть вовлеченным в это. С другой стороны, хотелось бы узнать, кто эта женщина. Поэтому, что здесь перевесит, мы, наверное, с вами скоро узнаем. Ну, а пока личность этой женщины, ее имя и вообще, кто она такая, откуда, она придется искать какими-то другими способами. Если ей было 45 лет на момент гибели, значит, что во время Второй мировой войны она была ребенком. По анализу ДНК, мы знаем, что ее предки из Европы. Допустим, у нее были еврейские корни. Просто предположим. Ее последующее пребывание на границе Германии и Франции, а также в Бельгии и Уэльсе, может говорить о том, что родители в попытке ее спасти отправили ее на Запад во время так называемой операции киндер-транспорт. По манере письма, точнее, по ее почерку, как она выводила каждую букву, определили, что она училась на французском языке, ну или просто по французской системе. Получается, что она действительно могла провести детство в Бельгии. Поезда с детьми шли в Бельгию и Нидерланды, а затем в Соединенное Королевство, останавливаясь в разных городах по пути. Возможно, она потом так и оказалась в Уэльсе, где находилась в каком-то приюте для сирот или под покровительством церкви. А потом она вернулась в Бельгию. Предполагается, что ее родители погибли, и так она осталась совсем одна, что просто идеально для шпионки. Детей у нее не было. Братьев и сестер, видимо, тоже. Так она могла попасть в тот же Массад, как, собственно, и обсуждают эксперты в подкасте. Дело в том, что там было больше всего агенток женского пола. Также известно о том, что агенты Массада использовали самое большое количество поддельных имен и паспортов. Может быть, женщина из издалина выслеживала в Бергене военных преступников? Или передавала важную информацию о них? Истории точно известно, что агенты Массада в Норвегии бывали. В 1973 году они были замешаны в огромном международном скандале, когда ими по ошибке был убит официант из Марокко. Тогда агентов поймали и посадили в тюрьму. Так что и в 1970 году они могли быть в стране. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию, можно зацепиться за мужчину или мужчин, с которыми встречалась эта женщина. А их, как оказалось, было несколько. В компании разных представителей мужского пола женщину видели несколько раз. Например, в отеле Нептун в Бергене, где она останавливалась в ноябре. Там она встретилась с мужчиной скандинавской внешности. Они сидели в ресторане, но это не было похоже на свидание. Пара в основном молчала, ужин не был радостным. Они лишь изредка перекидывались парой слов. И официантка Лиллиан даже спустя 50 лет в точности помнит всю эту сцену. Я обслуживала ее столик на обеде и на завтраке. Помню, как она сидела за столом. На ней были черные брюки и белая блузка. У нее были грустные глаза. Она не улыбалась. Она выглядела очень серьезной. А на следующий день я подавала ей ужин. В этот раз она была с мужчиной. У нее было хмурое лицо. Между собой они общались по-немецки. Они поели. У них был лист бумаги. Он смотрел на этот лист, а она сидела и смотрела на него. Это совсем не было похоже на романтическое свидание. Другая женщина, хозяйка магазина мебели в Ставангере, видела ее с каким-то темноволосым мужчиной. Они разговаривали на незнакомом ей языке. А потом и вовсе поругались. Они выбирали в ее магазине зеркало. Вот воспоминания этой продавщицы по имени Сири. Она пришла вместе с мужчиной в мой магазин. Хотели зеркало купить. Они все выбирали, обсуждали, пока, наконец, не выбрали одно зеркало. Она была не маленькая, но и не слишком дорогое. Наверное, одно из самых дешевых, что у нас были представлены. Это было зеркало, которое можно повесить на стену, размером в метр или полтора. Они оба были иностранцами. Они говорили не по-английски, но и не по-немецки. Потом мы между собой обсуждали, откуда они вообще. Я понимала, что это не итальянский, не английский, не немецкий язык. Может, они из Восточной Европы? Откуда ты оттуда? Волосы у нее были уложены в небрежные локоны, а у него были темные волосы. У обоих были темные глаза и темные волосы. Кожа чуть темнее, чем у нас. И не очень-то они были дружелюбны, даже друг с другом. Во время своего путешествия по Норвегии женщина остановилась в отеле Rosenkreutz. Ее пребывание там было очень странным. Там она расхаживала в голубом шелковом халате по коридору. А зайдя в номер, она выволокла из него стол и отказывалась впускать внутрь уборщицу. Однажды уборщица все же проникла внутрь, видимо, дверь была не закрыта. И увидела странную картину. Женщина сидела с каким-то мужчиной. Она на кровати, а он на стуле. За все время, что уборщица была внутри, она должна была прибрать номер. Пара не проронила ни слова. Мужчина был молодой, со светлыми волосами и светлыми глазами. То есть не тот, кого видели в ресторане или в магазине с зеркалом. Это все очень интересно, не правда ли? Ну, а самую просто взрывающую мозг историю поведал совсем недавно, вот в подкасте BBC, мужчина по имени Кэтил Кверсой. Он видел эту женщину вот тут в горах, когда она поднималась наверх, а он спускался после вечерней прогулки. Ходить в горы это вообще национальная традиция, это любимый досуг любого норвежца. Но осенью сюда пойдут не все, только местные. И туристов увидеть здесь, особенно в октябре-ноябре, ну, это какая-то редкость. По крайней мере, тогда была. А сейчас, мне кажется, с новой одеждой все равно народ ходит. Так вот, этот мужчина увидел женщину из издалина за пять дней до ее смерти. И слушайте дальше. Она была не одна. Когда он спускался по одной из троп, которые я вам показывала, он увидел женщину, которая поднималась ему навстречу, а за ней двое мужчин. Все трое были одеты совсем не по погоде. Их одежда больше подходила для прогулки по городу. Я удивился. Зачем эти люди поднимаются сюда? Это очень странно. Я никого тут не видел, хотя гулял тут уже несколько часов. Она быстро взглянула на меня. Мне показалось, что она была испугана, но в то же время ее взгляд был отрешенный. Когда она посмотрела на меня, мне показалось, что она хотела что-то сказать. Даже вроде уже начала говорить, но передумала. Она обернулась, и я увидел позади нее двух мужчин. Я понял, что она знает, что они идут за ней. Я запомнил, что у нее были темные волосы, не очень длинные. И у мужчин, идущих сзади, тоже были темные волосы. Они не были похожи на нас, норвежцев. Я подумал, что они из Южной Европы. Кэттел, конечно же, сходил в полицию, но полицейские просто махнули рукой на его историю. И этот мужчина все эти годы раздумывал над случившимся. Не совершил ли он тогда огромную ошибку, дав женщине уйти в компанию тех мужчин? И мы помним, что он ее встретил почти за неделю до ее гибели. Тогда зачем было этим мужчинам идти с ней туда дважды? Чтобы передать ей секретные документы? Чтобы обсудить что-то без свидетелей? Или что если они планировали ее убить еще в тот раз, но так как Кэттел их увидел, им пришлось отложить операцию и заманить ее в горы снова? Почему она туда так послушно шла? И почему она не попросила помощи? Ответов на эти вопросы мы, возможно, не узнаем никогда. Еще одним человеком, который запомнил женщину из издалина и ее спутника, был таксист из Бергена, который подвез женщину на железнодорожную станцию 23 числа. По пути к ним в машину подсел неизвестный и вышел вместе с ней. Вот и все, что он мог рассказать. Несмотря на то, что свидетелей было так много, ни одного из этих мужчин так и не нашли. Все они, как и незнакомка, остались лишь воспоминаниями. И они знали, кто она такая и какова ее судьба. И все это время они молчали и продолжают молчать. Что такого они все скрывают? Ну что же, получается, мы останавливаемся на версии о том, что она была шпионкой. Есть те, кто эту версию отрицают полностью. Еще в 70-м году на место преступления прибыл Эрнол Тофтер, норвежский ловец шпионов. Он хотел помочь полиции понять, могла ли погибшая быть причастна к тайным службам. И вот совсем недавно журналисты BBC и норвежской вещательной службы встретились с ним, чтобы расспросить об этом деле. Разговор этот есть в подкасте и он странноватый. Если бы я была одним из этих журналистов, то у меня было бы ощущение, что я разговариваю со стенкой. Этот ловец шпионов Эрнол считал и до сих пор считает, что гибель женщины была несчастным случаем. По его версии, она всегда носила с собой баллончик лака для волос. Ну, все-таки женщина же, понимаете, лак для волос. И она пришла в горы, развела костер, а тут баллончик. Решила поправить себе, значит, прическу на природе и все воспламенилось. Одна проблема. Баллончика с лаком для волос нет. Нигде. То есть, представим, что даже если он был, то куда тогда он потом делся? Кто и зачем его забрал? Эрнол, по моему мнению, что-то недоговаривает. Он сам имел дело вот со всей этой шпионской темой. Он ловил этих шпионов. Он знает всю темную сторону происходящего и происходившего тогда. Возможно, он специально пытается вести разговор куда-то совсем в другую сторону, надеясь задавить авторитетом и сказать, ну, вы там это все объясняете своими шпионами. Ребята, все просто. Я вам расскажу. Может быть, он знает больше и просто не хочет или не может по каким-то причинам с нами поделиться этим. Может быть, в 1970-х он все-таки располагал какой-то информации и может быть когда-то гриф секретности с этой информацией снимут. Получается, через 50 лет, если не сняли, ну что ж, 100 лет тогда будем ждать, ну, хотя бы 70. Представляете, еще 20 лет, значит, или 50. Кто-то из нас будет еще жив, когда мы будем, когда мы узнаем правду. Надеюсь, многие, надеюсь, все вообще. Во время подготовки этого видео я наткнулась на новую статью об этом деле. И там уточнялись некоторые моменты, а также приводилась еще одна теория. Во-первых, таблетки, которые были найдены в желудке женщины, были не белого цвета, в котором они выпускались и продавались в Норвегии, а розового. Розовые снотворные таблетки бренда FENIMAL тогда производились исключительно в Англии. Либо она их привезла, либо в Англии их достал тот, кто ее убил. Эксперты во время вскрытия выяснили, что женщина приняла от 50 до 70 таблеток в тот вечер. И получается, концентрация лекарства в крови была 4,5 миллиграмма на 100 миллилитров. И это всего половина от той концентрации, которая нужна, чтобы хотя бы потерять сознание. Женщина могла почувствовать себя уставшей, но эта доза точно не была летальной. Это что касается таблеток. А теперь о новой версии. Ее предложили совсем недавно. Поскольку расследование в Норвегии не дало никаких серьезных зацепок, стали разбираться в ее путешествиях по Европе. Например, она была в Париже и Швейцарии, как мы знаем. 1 апреля 1970 года за полгода до гибели женщина из издалина купила билет на поезд в Базель. Оттуда она отправилась в Женеву. Как мы помним, в чемодане неизвестной нашли швейный набор из женевского отеля. В 70-е норвежской полиции не разрешили съездить в Женеву и Париж с целью расследования. Распоряжение это пришло сверху и очень озадачило полицейских. Что могло интересовать ее в Женеве? А точнее кто? Возможно персоной представляющей интерес был некий Франсуа Жену. Франсуа был известным швейцарским банкиром с огромным состоянием и профашистскими взглядами. Разделяя идеи антисемитизма он активно поддерживал Палестину в конфликте с Израилем. Все это время за жену конечно же следила швейцарская полиция. Так известно, что он был в Париже с 26 по 27 июня. В эти же даты там, судя по зашифрованным записям, была и наша женщина из Издалина. У нее отмечена буква П, а также даты с 22 июня по 3 июля. После она отправилась в город на букву Л, возможно Лондон. И эта теория гласит, что женщина из Издалина возможно была с ним заодно. Во время Второй мировой войны жену много времени проводил в Бельгии, где работал на немецкую секретную службу. Там его не раз ловили с поддельными документами. Дважды он был женат на бельгийках. Всю свою жизнь он то и дело возвращался в Бельгию, а наша незнакомка, как мы знаем, тоже довольно часто там бывала, а может даже и жила. Может там она с ним и познакомилась. В 1970 году Норвегия обещала Израилю тайную поставку так называемой тяжелой воды, используемой в ядерных реакторах. Возможно, незнакомка должна была следить именно за этой сделкой по заданию все того же жену. И если женщина следила за поставкой тяжелой воды, то понятно, почему норвежские спецслужбы попытались как можно скорее закрыть ее дело. Договор был заключен с пометкой «Совершенно секретно». Но есть, конечно же, и другие теории. Например, о том, что женщина это была связана с криминальным миром. Например, она похищала или перепродавала предметы искусства. В Европе в то время промышляла, например, Анна Хегерова, женщина из Чехословакии, занимавшаяся подделкой чеков. В интернете, кстати, предполагают, что то самое зеркало она покупала именно для того, чтобы провести какую-то украденную картину, замаскированную, вот как это зеркало, как мебель. К тому же, женщина из Далина часто ездила в большие города, в Париж, Лондон, где такие нечистые сделки как раз и проходили. Но что она тогда делала в Ставангере и в Бергене, где никаких подозрительных продаж антиквариата или картин не было? Зачем она пребывала там так долго? Сапоги резиновые разве что покупала. Я не знаю, мне они все правда, вот мне они покоя не дают. Она выглядела, понимаете, изысканно, такая вся красивая, курила тонкие сигареты. И тут она приходит в этот магазин и, значит, долго не может выбрать эти ботинки, возвращается домой, приходит обратно и все-таки покупает их. Что это за мыслительный процесс, который требует таких раздумий? Это не какой-то вопрос жизни и смерти. Ты увидел, купил, все, победил. Что-то здесь все-таки для меня, вот правда, для меня не клеится что-то в этой истории с сапогами. Поиски хоть каких-то следов и каких-то улик продолжаются и сегодня. Пару лет назад, в 40 метрах от места, где было обнаружено тело этой женщины, Арне Магнус Вабо, местный детектив-любитель, с металлоискателем наткнулся на закопанную в земле женскую сумку. Сумка эта явно пролежала в земле несколько десятилетий и через нее даже успели прорасти корни деревьев, а все содержимое просто сгнило. Как-либо подтвердить, что эта сумка как-то связана с делом оказалось невозможно. Но сам факт, просто, представляете, до сих пор люди там копаются и что-то надеются найти. Есть теория о том, что у женщины из издалина были какие-то психические проблемы, например, параноидальная шизофрения или еще что-нибудь, из-за чего она и покончила жизнь с самоубийством вот таким вот путем. Но здесь слишком много но. Хотя бы вот тех мужчин на горе вспомним. Огонь. Как вот можно было развести так огонь. Таблетки эти. Не верится. Мне, честно, не верится в идею с самоубийством, будь то от шизофрении или осознанным решением. Сегодня делом женщины из издалина занимаются не только норвежские власти, журналисты, но и добровольцы в группах в соцсетях. И неспроста родные этой женщины до сих пор могут быть живы. И они могут находиться в любом уголке мира. Если вы сейчас смотрите и думаете, что это незнакомка, может быть, кем-то из ваших пропавших членов семьи обязательно отзовитесь. Может, у вас в семье есть история троюродной бабушки, которая родилась в Европе и ребенком знала девушку-сироту, которая вскоре исчезла. А может, это ваша дальняя родственница, про которую в семье говорят, что она пропала и никто уже не знает, где она. Уже полвека весь мир не может разгадать эту загадку. Кем же была женщина из издалина? А пока к безымянной могиле на Бергенском кладбище изредка приносят цветы. На месте, где женщину обнаружили, даже поставили небольшой деревянный крест. Возможно, когда-то белый цинковый гроб отправится на родину. Но для этого женщине нужно вернуть ее настоящее имя. Ведь наверняка где-то есть кто-то, кто ее знал. Если не близкие родственники, то хотя бы кто-то из друзей. Если не друзья, то враги. Неужели никто ничего не знает и не расскажет? Вот такая история, друзья. Пишите свои мысли в комментарии. Ну, а мне лишь остается поблагодарить вас за то, что вы досмотрели это видео и за то, что вы снова пришли на мой канал. Я рада, что мы с вами провели это время вместе. И я надеюсь, что вы узнали что-то новое и что вы отправите это видео друзьям. Если вы хотите увидеть больше фотографий и видео из моей поездки в Берген, не обязательно связанных с делом женщины из Издалина, то, пожалуйста, подписывайтесь на мой Телеграм и пишите в комментарии, что выставить. Мы ходили, например, в хайк на 20 километров. Могу что-то интересное еще вам рассказать, так что пишите в комментарии и всю дополнительную информацию вместе с материалами я размещу в Телеграме. Я бы хотела продолжить эту традицию с выездами на место, так что пишите в комментариях, какие еще дела европейские я могу осветить, куда мне стоит приехать и мне не терпится почитать ваши комментарии. Вот я сейчас записываю это видео и я даже не представляю, что вы будете писать, какие будут версии у вас, так что быстрее хочу смонтировать это видео и выложить. Спасибо вам еще раз, надеюсь, что мы с вами скоро увидимся. Ну а теперь я буду с вами прощаться. Всем спокойной ночи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok